Борис Ильич Кузник в свои 90 ведет активный образ жизни, преподает на кафедре нормальной физиологии, занимается наукой, пишет пьесы, а их с успехом ставят в театре. Особое внимание Борис Ильич уделяет физическим нагрузкам и правильному питанию и делает это профессионально, как врач, хотя в медицину попал по воле случая. Это больше случайность, чем закономерность. Друзья, с которыми я заканчивал вечернюю школу, все пошли мне от института, и я с ними заодно. Только так. Вклад Кузника в развитие современной медицины неоценим. И сейчас профессор продолжает работать над тем, чтобы жизнь людей становилась лучше. Одним из достижений Кузника является разработка программы «Долголетие». Эта программа называется «Любовь к жизни». И рассчитана она на людей любого возраста. Но мы считаем, что для того, чтобы она была эффективной, для того, чтобы она могла продлить жизнь на долгие годы, начинать надо заниматься этой программой в молодости, по крайней мере, не позднее 40-50 лет. Если же люди начинают заниматься этой программой в 70, 80, 90 лет, то, конечно, продлить жизнь можно. Но это уже не будут такие сроки. Это может быть год, два, три, пять лет. Но ни в коем случае не больше. Но при этом значительно улучшается качество жизни, улучшается деятельность буквально всех систем организма. И программа состоит в применении биорегуляторов, пептидных биорегуляторов, которые рассчитаны так, чтобы действовать на все важнейшие функции системы нашего организма. Кроме того, мы советуем применять кинезиотерапию или аквакинезиотерапию. И, наконец, обязательно селен. Так как наша провинция, то есть Забайкалье, является дефицитным нашей почвой, содержит очень мало селена. И поэтому забайкальские продукты селена содержат очень мало. А селен просто необходим организму. В результате экспериментов доказано, что программа долголетия продлевает жизнь на 30-40%, что соответствует 120-летнему возрасту человека. Борис Кузник поделился с нами своим отношением к грядущей пенсионной реформе. Несмотря на то, что профессор открыл секрет долголетия, перемены в пенсионном законодательстве он не поддерживает. Я не за пенсионную реформу. Я считаю, одно дело, когда человек сам хочет работать и получает зарплату и пенсию, а другое дело, когда он до 65 лет работает и пенсию не получает. Я считаю, что нельзя повышать сразу мужчинам за 10 лет до 65, женщинам до 63. В крайнем случае за 6 лет повысьте зарплату вот на эти 6 тысяч и женщинам, и мужчинам. Пусть возраст пенсионный составит 63 года, для мужчин 58, для женщин. Сделайте перерыв, докажите, что действительно ваши прогнозы правильны, что действительно продолжительность жизни значительно увеличилась, потому что прогнозы одно, жизнь другое. И тогда через 10 лет, ну, повысите еще на 2 года пенсионный возраст, а не так, как предлагает это правительство. Меня поражает, когда говорят, вот, пенсия на 12 тысяч повысится, и вы сможете на эту пенсию путешествовать. Я бы хотел посмотреть, как министр, который об этом говорит, или депутат попутешествовал бы на пенсию даже в 30-40 тысяч рублей. Я бы очень хотел посмотреть. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина, ЗАПТ-ТВ.